Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео мы с вами поговорим про Объект 279 Ранний. Танк, который никто никогда не получит, но реплеи которого уже можно кучами выгребать, а значит люди его уже получили, а значит люди уже на нем катаются. Насмотревшись довольно таки много реплеев по этому танку, я сделал кое-какие выводы и уже какие-то отметил для себя вещи в этом танке. Начнем с пушки, что я заметил. Заметил я то, что по точности и стабилизации пушка у этого танка ничем себя просто не привлекает. Довольно таки обычная советская такая вот криводрынность, точность, стабилизация, сведение, ну все такое вот вяленькое, дырявенькое, корявенькое. Но в принципе калибр альфа средний, такие не самые жирные, конечно это не Объект 705А, но в принципе это обычная такая вот пушка, бахает, пойдет. Конечно можно было бы стабилизацию и точность чуть получше иметь, но в принципе так средненько по комфортности в стрельбе этот танчик себя ощущает. Это при том, что скорее всего на нем сидит экипаж с кучей перков, доппоек, еще и фулл голдой все стреляется. В целом я заметил, что люди играют на этом танке в основном на голде и ббшками стреляют довольно таки редко. В целом вы догадались, кто в первую очередь выполнил все ЛБЗ так быстро, люди которые стреляют фулл голдой. Но когда я начинаю заводить тему про то, что люди стреляют фулл голдой, мне обычно говорят, что они смогут и без голды и все эти результаты сделать, а ты рак и на голде так не сможешь. Все это мы уже проходили, поэтому эту тему проезжаем, идем дальше. Что касаемо подвижности и вертлявости, ну видно, что танчик тяжелый, ездит и ворочается неохотно. Если едет вперед, он еще как-то пытается, но он вроде и ворочается, но так, в целом так себе. По сути, по историчности, танк с четырьмя гусеницами и не должен быстро ворочаться. Ну и в основном, что больше всего волнует танкистов? Танкует ли танчик, как у него броня? Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос про любой танк от большинства танкистов. А вы знаете, что большинство танкистов это киберспортсмены из нави и им нужна броня. И насмотревшись реплею, я заметил, что этот танчик реально танкует. Во-первых, у него нет НЛД и там просто гусеницы. И для того, чтобы вас пробили в НЛД, вам нужно жопу опустить, а перец задрать вверх. Тогда вас легко пробьют. Но если таким не заниматься, никто вас в днище не пробьет. А все остальное более-менее нормально танкует, если не подставлять борта. СТшки спереди вообще никакой возможности пробивать по ощущениям не имеют. Пересмотрел кучу реплеев, СТшки просто стреляют куда попало и никогда не наносят урон. Чаще всего они там что-то в дне пытаются выцелить и сбивают гусеницу без урона. Да и в целом большинство стреляют куда попало. Видимо, они пока еще не поняли, куда этот танчик пробивается. Ну и слава богу. Плюс еще карта, на которой вы сейчас видите бой, это Монастырь. Монастырь. Монастырь, как известно, карта с двумя дорожками коридорная. И здесь закрутить тяжелый танк довольно-таки тяжело. Поэтому для этого танка эта карта неплохая. Вопрос, который я хотел бы задать то ли себе, то ли Игоре, то ли разработчикам, даже не знаю кому. Когда я этот танк получу, он уже танковать не будет или все же еще будет. Это сейчас стреляют ему с прыжка с развороту в силуэт не целясь. А когда я его получу? Я сейчас не особо сильно много играю в картошку, но ЛБЗ на первые два танка довольно-таки простые. И не сильно много играю в картофан, я уже почти выполнил ЛБЗ на второй танк. Там буквально осталось несколько ЛБЗ. Конечно же все знают, что ЛБЗ на третий танчик, который мы сейчас рассматриваем, невозможно выполнить. Но люди уже на нем катаются. Рано или поздно все-таки я его получу. Если первые два танка меня вообще не интересуют, то этот танчик сейчас возможно был бы интересен покататься, поскольку ЛБЗ он танкует, как мы видим. Пушка у него обычная советская, ну и в целом все. Еще у него немного футуристичный такой интересный вид. В целом интерес он представляет только в том, что он танкует и немножко необычно выглядит. В целом все. Еще есть такой вопрос. Будет ли этот танк танковать, когда этот танчик получат люди, которые еще первые ЛБЗ на первый танк выполняют? Или броня этого танка это уже какой-то задел на будущее и все остальные танки, которые будут вводиться, они будут такой же мощности, как и этот. Поскольку мы знаем, что разработчики каждый год все выше и выше задирают планку гонки вооружения, то со временем этот танк может оказаться уже совсем другим, не такой, как мы сейчас видим на экране. Но все это покажет время. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока!